Это итоги недели. В студии Ольга Васенда. Здравствуйте. А вот заголовки уходящих 7 дней. 2. Цифровая эра. Рука помощи и отдых на Красном море. С октября белорусы смогут летать еще в один египетский курорт, когда собирать чемоданы. 3. Двустороннее сотрудничество. Бобруйская граммаш посетила делегации из Зимбабве. 4. Я очень впечатлен. О чем договорились. 5. Железобетонные планы. В Бобруйске отметили День строителя. 5. Я желаю всем уюта, тепла, здоровья. Кто получил награды. Каждая зернышко на вес золота. Сотрудники МЧС следят за ходом уборочной. 6. По безопасности. Все есть, все дали. Смотрим. Не первый год работаем на комбайнах. Как идет жатва. Ум, харизма и красота. Бобруйчанка дошла до финала Мисс Беларусь. Я уже планирую и представляю, что мне нужно сделать, что исправить, что добавить. Когда вручат бриллиантовую корону. Лунная миссия. Счастливый билет. И катастрофическая засуха. Испания столкнулась с нехваткой воды. Какие ограничения ввели в стране. Времени на раскачку нет. От слова совсем. На неделе глава государства назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия. Им стал Сергей Барташ. С октября прошлого года он был помощником президента. Инспектором по Гомельской области. Ранее занимал должность председателя Березовского райисполкома. Президент признался, выбрал именно этого кандидата из-за большого жизненного опыта. На совещании Александр Лукашенко четко обозначил задачу по развитию сельхозотрасли с учетом реалий внутри страны. Мне очень важно, что вы знаете хорошо Гомельскую область. Нам Гомельскую область надо именем революции вытаскивать из того болота, в котором она оказалась. Вы это видите, видите лучше меня. Там человек Иван Иванович Крупко, который хочет работать, может, понимает в сельском хозяйстве. Ему надо будет помогать, конечно. Ну и в Могилевской области, в Витебске у нас немало проблем. Да и в Минской области огромная область, северная часть и так далее. Поэтому сегодня главное внимание надо уделить посеву азимах. Я уже говорил, по Витебской области, Могилевской области, да и по всем областям, особенно северной части Беларуси, очень важно вовремя посеять. Очень важно. И посеять ранние культуры, типа рапс, азим и ячмень, чтобы раньше начать убирать в будущем году. Президент подчеркнул, продовольственная безопасность в этом году в Беларуси будет полностью обеспечена. Республиканский коровай приближается к отметке в 5 миллионов. В конце недели глава государства посетил национальный аэропорт и Минский завод гражданской авиации номер 407. Александру и Лукашенко доложили о развитии инфраструктуры и перспективных планах, в том числе о транспортном сообщении со столицей по железной дороге в паркингах. Речь шла и о строительстве нового пассажирского терминала. О необходимной перспективе в связи с ростом пассажиропотока, который в аэропорту уже преодолевал планку в 5 миллионов человек в год. Что у них плохо? В взлетной полосе пока что делается только текущий ремонт. Вчера начали делать? Нет. Поддерживаются полоса в текущем состоянии на этом году. То есть ничего не делали на первой полосе? На первой полосе текущий ремонт, замена плит, которые требуют замены. Вы ремонт начали этой полосой? Да, текущий ремонт. Имейте в виду, что эта полоса должна быть в рабочем состоянии? У нас находится сейчас, как раз можно смотреть зрительно, один ЕК-40 АТРИ, Камчатское авиационное предприятие. То есть этот самолет уже улетит на этой неделе, в субботу. Он уже облетан, отремонтирован. Им уже и за 40 лет данному самолету. Но они уникальны тем, что в России не так много аэродромов и аэропортов, которые бетонное покрытие. Есть и грунтовое. Он выдерживает любые нагрузки. И это самолет Ту-134, который уже где-то прошел середину пути. У нас проходит ремонт 11 месяцев. Капитальный ремонт. Это Ту-134? Да, вот это Ту-134. Двигатели вы вынимаете и везете на ремонт? Есть. Двигатели мы вынимаем, проводим дефектацию. В случае, если какая-то трещина визуально необходима ремонт, то мы запаковываем в контейнеры и доставляем в место ремонта. Дальше представлены, мы представили то, что фактически наше перспективное направление. Например, аморстойка. Подъемники, на которых вывешиваются самолеты, они настолько универсальны, что получается, что одновременно поднимаются все три самолета. В случае, если где-то накоренился самолет, то автоматически останавливается. Далее, это тележки специальные для съема двигателей, дальше приспособления и сами тележки. С учетом того, что вот это уже куплено иностранное, уже сейчас купить проблема, то мы осваиваем это и при импорте замещаем и будем делать. Надо поставить задачу, пусть сделаем. А мы сами делаем это. Это детали сборочной единицы, которые мы тоже изготавливаем сами, по группам. Это чай, это мизер фактически. Строить самолет дорогая вещь, поэтому надо ремонтировать. Ремонтировать, да. Ну, если все будут строить, то тоже будет ремонтировать. И они ремонтопригодные самолеты эти, долго держат. Ну, вот, самолетам 50 лет, они летают, фу, тьфу, и еще, я думаю, что еще столько же будет летать. Широкий функционал, школьные хлопоты и абьюзивные отношения. Более 10 тысяч белорусов ежегодно обращаются в милицию из-за домашнего насилия. Какие меры предпринимают? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. В Беларуси запустят мобильное приложение единого портала электронных услуг. Готовая версия для скачивания появится к концу года. Через платформу можно получить сведения об автомобиле, узнать о размере пособий и налогов. И это далеко не полный перечень возможностей. Сейчас на сайте доступно около 300 процедур. Вскоре их станет гораздо больше. 60,5 тысяч семей уже получили единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе. Общая сумма более 13 миллионов рублей. В целом по республике охват выплат 50% от общего числа многодетных. Родителям школьников может быть оказана помощь и по месту работы за счет средств профсоюзных организаций или нанимателей. Кроме того, традиционно по всей стране проходят благотворительные акции и ярмарки. Более 10 тысяч белорусов ежегодно обращаются в милицию из-за домашнего насилия. Правоохранители напоминают, плата за подобные поступки может быть суровой – от штрафа до заключения под стражу. Помимо профилактической работы с населением, есть в нашей стране и поддержка в виде временного приюта в 135 кризисных комнатах. С октября белорусы смогут летать еще в один египетский курорт Марса Эль-Алам на берегу Красного моря в 260 километрах к югу от Хургады. На рейсе будут работать четыре отечественных туроператора. Белавия предложит новое направление с 16 числа. Чартерная программа рассчитана на 10-11 ночей. Яндекс запустил автоматический определитель нежелательных номеров в WhatsApp и Viber. Новая функция уже работает на всех платформах. Во время звонков теперь можно узнать о возможной цели незнакомого абонента. Реклама, спам, мошенники, доставка, банк, медучреждения. Чтобы активировать, достаточно зайти в блок «Все сервисы» на главном экране. Южная часть африканского континента Бобруйска-Громаш посетила делегации из Зимбабве. В ходе встречи на производстве гости обсудили процесс наращивания экспорта и вопросы финансирования поставок машин. Такие переговоры позволяют укрепить сотрудничество, обменяться опытом, а главное – оценить качество и технологичность белорусской продукции. Если бы мне кто-то сказал, что я здесь окажусь, я бы не поверил. Я очень впечатлен. Буду теперь рассказывать об этом производстве у себя на родине. Бобруйска-Громаш доказал всему миру. Белорусской технике можно доверять на все 100. Компания выпускает широкую линейку конкурентоспособной продукции, которая закрывает весь производственный цикл в сельском хозяйстве. От предпосевной подготовки почвы и внесения удобрений до машин по уборке урожая. Развитие экспорта – стратегическая задача, которой здесь уделяет самое пристальное внимание. Во главе угла – безопасность. Сотрудники МЧС следят за ходом уборочной. Основные требования к аграриям, исправность техники – наличие огнетушителей, бочек с водой. Ведь в период жатвы каждое зернышко – на вес золота. Кто работает с полной отдачей – Елизавета Липеева. В самом разгаре уборочная страда. Важно не только быстро собрать урожай, но и сделать это безопасно. Сотрудники МЧС проверяют наличие огнетушителей, обращают внимание на пригодность и срок годности, проводят профилактические беседы. Мы во время уборочной также инструктируем и персонал, то есть работников. Напоминаем их о важности соблюдения правил пожарной безопасности, о том, что курение может провести к возгораниям. Ну и также рассказываем, как же воспользоваться первичными средствами пожаротушения в случае возгорания. Сельхозтехника должна быть обеспечена двумя порошковыми огнетушителями массой не менее 8 килограммов – штыковой лопатой. Необходимо также следить за исправностью оборудования, системы зажигания и топливоподачи должны быть четко отрегулированы. Этот трактор здесь не просто так. На поле он отвечает за безопасность. Его задача – хранить в бочке 11 тонн воды, а в случае экстренной ситуации – моментально устранить возгорание. Урожай на вес золота. Эта истина остается непреложной. Каждый хлебороб чувствует особую ответственность. Провести уборочную добросовестно и с полной самоотдачей – таков настрой у земледельцев. По безопасности все есть, все далее. Смотрим, не первый год работаем на комбайнах, смотрим новости, что происходит в Беларуси. Все хорошо, дай бог до конца недели все уберем. Главное, чтобы был мир в стране. Остальное все будет у нас. Беларусь – сила. В стране убрано уже почти 5 миллионов тонн зерна с учетом РАПСа. Экипажи идут за новыми рекордами, чтобы попасть в число передовиков. На одном из совещаний президент заверил – Беларусь будет обеспечена продовольствием на 100%. Елизавета Липеева, Максим Галеонко. Итоги недели. Дома под ключ. В Бобруйске отметили День строителя. Председатель Бобруйского горсполкома лично поздравил сотрудников завода КПД. Игорь Кисель вручил цветы, почетные грамоты и благодарности. В этом зале чествовали более 50 человек. Каждый из них внес весомый вклад в развитие отрасли. Мне приятно здесь находиться в вашем коллективе, потому что мы с вами в какой-то степени коллеги. Потому что я строительный комплекс знаю из города Бобруйска. Я желаю всем уюта, тепла, здоровья, благополучия, всего хорошего. Ну и зеленые света КПД. Бобруйский завод без малого полувека на передовой в жилищном строительстве региона. Предприятие предлагает комплексные решения от застройщика до субподрядчика. Многоэтажки на проспекте строителей Октябрьская, Шевченко, 35-я школа, 84-й Яслисад. Это лишь часть успешных проектов, которые уже реализованы. Предприятием возведено 2500 зданий и сооружений. Решите от себя лично, от дирекции предприятия, поздравить вас с профессиональным праздником, Днем строителя и работника строительной индустрии. Пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы у вас было все хорошо на работе, все хорошо было дома, чтобы наш труд всегда был востребованным, а наши объекты радовали жителей Республики Беларусь. Белостат к профессиональному празднику подсчитал, сколько человек трудилось в отрасли и какие зарплаты получает. В 2022-м в работе было задействовано почти 254 тысячи человек, средний возраст 41 год, номинальная начисленная оплата в первом полугодии 23-го – 1864 рубля. В продолжение темы. В Киселевичах полным ходом строится новый детский сад на 240 мест. На объекте уже больше месяца кипит работа. Площадь свыше 6000 квадратных метров. Бассейн, гимнастический зал, комфортабельные спальни. Как скоро здесь зазвучит детский смех в нашем репортаже. Маршрут развития. Когда-то этот уголок был закрытым военным городком. Сейчас самый зеленый микрорайон. Сегодня здесь одна за другой вырастают многоэтажки. В комфортабельные квартиры заезжают молодые семьи. На Горелико-23 для самых маленьких недавно открылась детская игровая площадка с безопасным покрытием. Качели, горки, скалодромы, лабиринты, тренажеры, лесенки, песочницы и карусели. Все изделия из металла с защитными вставками из пластика и резины. Я здесь очень давно живу. Здесь, да, природа, здесь красота. Нам многие завидуют, как будто мы находимся в санаторной зоне. Очень, конечно, красиво. Нам бы еще такую, хотя бы одну площадку, было бы шикарно. Этот район не променяю ни на что. Мне здесь очень нравится. Свежий воздух, зелень. Уровень культуры достойный. Магазинов достаточно. Ко дню независимости на Наумово открывают участок дороги. Главная магистраль новой жилой застройки прибавляет 900 метров. Две полосы в каждом направлении, островки безопасности, широкие тротуары, тактильная плитка, велосипедная дорожка. Учтены интересы и водителей, и пешеходов. Микрорайон продолжает расти и динамично развиваться. С конца июля здесь развернута спецтехника. За забором строится детский сад. Работы ведет Бобруйский завод КПД. Применена, наверное, впервые такая конструктивная схема, когда мы собираем, скажем так, стеновое ограждение из отдельных элементов, соединяя их жестко монолитными уставками. Вот это вот нам позволит завершить строительство в этом году. Мы понимаем социальную значимость этого объекта, и поэтому вот мы работаем в данном направлении. В данной микрозоне функционирует только один детский сад, который был построен в 1935 году с проектной мощностью всего на 110 детей. В настоящий момент в микрорайоне Киселевича также проживает 110 многодетных семей. И считаю, что строительство данного детского сада улучшит в целом жизнь бабруйчан и будет очередным шагом в социально-экономическом развитии нашего любимого города. Вместе с городом растет и количество юных бабруйчан. В микрорайоне Киселевичи проживает 413 детей в возрасте от 2 до 6 лет. 192 малыша стоят в очереди. Необходимость дошкольного учреждения очевидна, поэтому работы ведутся 24 на 7, чтобы садик как можно быстрее наполнился звонким смехом ребятни. Сейчас на финишной прямой монтаж цокольной части. Здесь будут технические и вспомогательные помещения. Детали, которые выполняются на заводе, поставляются, как вы видите, на конусах и здесь монтируются. Уже по готовности деталей на заводе будет организована уже ночная смена и дневная смена. То есть по вахтам наши будут работать. Трехэтажное здание рассчитано на 240 мест. На площади более 6000 квадратных метров комфортно поместится 12 групп. Плюс гимнастический зал, бассейн, который займет место в пристройке. Позаботятся и о детях с ограниченными возможностями. Для них пандусы и лифты. Мы рады, что здесь строится новый садик. Мы уже желаем встать на очередь, сюда попасть. Обещали, что он с бассейном будет. И район здесь у нас очень классный. И очень близко будет ходить сюда. Так что мы счастливы. И надеемся, что его быстро построят. Очень рады, потому что старший ребенок не попал в ближайший здесь сад. В Киселевичах мы возили его за много остановок. Надеемся, что младший ребенок попадет. Бобруйск отнесен к территориям ускоренного развития или так называемым городам 80+. В январе 2022 в молодежном микрорайоне для самых маленьких бобруйчан двери распакнуло современное дошкольное учреждение. В декабре этого года планируется завершить работы по строительству детского садика в Киселевичах. Елизавета Липеева, Максим Галеонко. Итоги недели. Претендентка на корону. Бобруйчанка дошла до финала «Мисс Беларусь». Кристина Иванова – учитель физкультуры во второй школе. Девушка увлекается фитнесом, йогой, верховой ездой и даже фигурным катанием. Свободное время коротает за чтением книг. Молодой специалист своим личным примером пытается повысить в престиже статус профессии. Еще на отборочном этапе были сомнения, а получится ли пройти дальше. Но все удалось. Очень вымывалась. Я думала, что я буду заикаться. Но, в принципе, все получилось. Очень много хороших советов дали. Я уже планирую и представляю, что мне нужно сделать, что исправить, что добавить. В следующий раз, чтобы быть более готовой. Дальше каждой из 24 финалисток предстоит огромная работа над речью, походкой и уверенностью в себе. Плюс большая ответственность на кону, бриллиантовая корона, автомобиль и поездка на «Мисс Мира» 2024. Финал конкурса намечен на 8 сентября. Крах экономики, дефицит воды и крупный джекпот. Житель Флориды выиграл в лотерею. Сколько денег получил счастливчик? Далее громкие заголовки мировых новостей. Экономика Германии больше не конкурентно способна. Во второй половине года ожидается еще больше спад. Немецкие предприятия не могут развиваться из-за самых высоких в Европе цен на энергию, налогов и бесконечной бюрократии. Меры для преодоления проблем, которые обсуждают в правительстве, не в силах укрепить положение бизнеса в долгосрочной перспективе. В Испании почти 9 миллионов человек столкнулись с нехваткой воды. Страну охватила катастрофическая засуха. Больше всего страдают жители Каталонии. Там местные власти запретили мыть автомобили и поливать сады. Действуют также ограничения на использование жидкости в быту. Нововведения коснулись и других городов. К примеру, в Малаге отключили воду в душевых кабинах на пляжах. Ракета с первой за 47 лет российской космической станции «Луна-25» стартовала с космодрома «Восточный». Выйти на окололунную орбиту она должна 16 августа. Высокоточная мягкая посадка запланирована на 21 число. Будет проведен комплекс исследований, в первую очередь поиск воды. В случае успеха откроются перспективы строительства лунной базы и промышленного использования спутника. На 1998 году ушла из жизни Вера Васильева. Народная артистка Советского Союза, звезда театра сатиры и кино на большом экране появилась еще будучи студенткой. Талант принесли всенародную славу и сталинскую премию. За почти 75 лет на сцене она сыграла десятки ролей и приобрела безграничную любовь зрителей. Рекордный джекпот. Житель Флориды выиграл в лотерею более полутора миллиардов долларов. 19, 20, 32 и 33 стали счастливыми числами для американца. Кто он, пока неизвестно. Возможно, имя везунчика не будет озвучено. Всего в розыгрыше удачу испытывали почти 44 миллиона человек. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Ольга Васенда. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!